ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Россияне массово жалуются на расторжение страховыми компаниями договоров ОСАГО в одностороннем порядке. При этом уплаченные за страховку деньги автовладельцам не возвращают. Поводом для этого являются обнаруженные нарушения, занижение мощности двигателя или неверный адрес регистрации. Страховщики уверяют, что многие водители делают это специально. По словам юристов, закон в данном случае находится на стороне страховых компаний. ТРАССА СТО ОДИН Госдума рассмотрит законопроект, освобождающий мобилизованных от штрафов за нарушение ПДД. Исключение составит случай привлечения к ответственности за нетрезвое вождение, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Меры поддержки участников СВО обсуждаются сейчас и на уровне регионов. В Кировской области решено освободить данную категорию граждан от уплаты транспортного налога за 2021 год. ТРАССА СТО ОДИН В Россию по параллельному импорту начали завозить Митсубиши Аутлендер четвертого поколения. В одном из автосалонов внедорожник оценили почти в 4 миллиона рублей. Оснащается он 181-сильным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра. Трансмиссия-вариатор, привод полный. Есть третий ряд сидений. Присутствуют в частности такие опции, как двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, мультимедийная система с поддержкой операционных систем Android и Apple. ТРАССА СТО ОДИН Еще одной новинкой на российском рынке стал хэтчбэк «Шкода Скалам». По сути, это удлиненный лифтбэк «Рапид». Автомобиль доступен только в одной комплектации по цене почти 3 миллиона рублей. Укомплектован он 1-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 лошадиных сил и 7-ступенчатым роботом. Изнутри машина выглядит достаточно скромно. Среди элементов выделяются цифровая приборная панель и почти что 10-дюймовый экран мультимедиа. ТРАССА СТО ОДИН А Автоваз обещает в следующем году начать производство спортивной версии «Лада Нива Ледженд». Машина получит более мощный мотор. Вернее, один из двух более мощных моторов. 90-сильный от «Лады Гранта» или 122-сильный от «Лады Веста». В последнем случае у внедорожника серьезно переработают ходовую часть, чтобы она выдержала увеличившуюся нагрузку. Насколько в итоге подорожает «Лады Нива» пока не ясно. Сейчас заводские цены на модель начинаются от 809 тысяч рублей. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА СТО ОДИН». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН